Итак, ВНЖ и налоговое второе гражданство как инструмент налогового планирования. Надо сказать, что тема второго гражданства и вида на жизнь в другой стране, особенно сейчас актуальной стала последний год в связи с пандемией, с невозможностью свободно перемещаться, это одно из главных оснований для выезда или въезда в ту или иную страну и, соответственно, одно из важных инструментов налогового планирования. Почему? Потому что от того, где находится бенефициар, очень много зависит и от того, какую налоговую нагрузку будет в конечном итоге этот самый бенефициар иметь при получении дохода от своего бизнеса. Важность этого подхода с упором на бенефициар мы уже немножко сегодня обсудили. Это и новое законодательство в Европе, налоговое международное, это и российские изменения, это и банковские требования. Банк хочет понимать, где этот бенефициар находится. Если раньше было относительно просто получить справку по налоговому резиденции в какой-то стране, даже там не проживаясь, что-то еще, сейчас с этим сложнее. Нужно более серьезно планировать свой статус в другой стране, показывать, что у вас есть право на проживание в этой стране, не просто в этом зарегистрировались в налоговом органе. Все это переносит центр тяжести налогового планирования бизнеса на бенефициара в какой-то степени. С другой стороны, бенефициары – это люди, у них есть свои личные планы. Кто-то хочет жить в теплом море, кого-то беспокоит политическая и экономическая нестабильность в развивающихся странах, которым принадлежат и Россия, и Казахстан, и Украина, и другие наши братья, славяне не очень, жители стран бывшего Советского Союза, налоговые последствия, кого-то волнует, и кто-то хочет, может быть, найти более удобную в налоговом, комфортную плане налоговую страну. Хотя тут сложно россиянам, казахстанцам, в какой-то степени украинцам найти хорошую страну с меньшими ставками личными, чем в России или в соседних странах, достаточно сложно. НДФЛ в наших странах достаточно низкий, в Украине может быть повыше 18%, в Казахстане всего 10%. Есть возможность зарегистрировать бизнес в качестве индивидуального предпринимателя, тогда это 6-7% в России, 5% в Украине. В Грузии вообще 1%, да, можно получить, правда, при небольших объемах. Поэтому кому-то налоговые преференции тоже позволяют определиться с новой страной. Качество жизни кого-то не устраивает, да, кого-то экология не устраивает, кого-то медицина, кого-то еще что-то. Хотя, в общем, в больших городах и в России, и в Украине, и в Казахстане жить достаточно комфортно. Состроительным людям может быть даже более комфортно, чем в Европе или в Штатах, где расходы на персонал очень высокие. Ну, в принципе, стоимость жизни достаточно высокая. Обучение детей, да, очень многие, конечно, думают о заграницах с точки зрения обучения. Вот, к сожалению, по этой части в наших странах не очень все хорошо в последнее время, мне, по крайней мере, не очень нравится. Я считаю, что у нас лучше учили, но это, наверное, каждое поколение так считает. Тем не менее, многие стремятся ребенка отправить за рубеж учиться. Почему? Чтобы он просто посмотрел, как другие люди живут, мыслят. И это очень важно для последующей интеграции этого ребенка в современный мир, который глобальный. Бизнесы глобальные, перемещения глобальные, если бы не пандемия опять. Вот, и если ребенок не знает языка второго и живет все время в одной стране, у него будет превратное, совершенно превратное впечатление о мире, мир другой. Да, мы составляем маленькую частичку мира, экономики совсем какие-то доли, проценты, да. А в культурном или в плане, так сказать, общения, модели проведения переговоров, то, что называется кросс-культурные коммуникации, да, вот это все лучшее, чтобы ребенок на своем опыте познал, получившись в тех или иных странах. Когда мы планируем переезд или, если мы в интересах бизнеса собираемся в другой стране жить какое-то время, находиться, часто люди не думают о том, что это может вызвать нежелательные налоговые последствия. Да, мало кто об этом раньше думал, покупая виллы, скажем, в Испании или получая вид на жизнь в Португалии, где-то еще. В европейских странах, в большинстве из них, уровень налоговобложения гораздо выше российского. А если вы там становитесь налоговым резидентом, то налог на доходы будет до 40-50%. В некоторых странах налог на богатство, то есть на все активы, которые вы располагаете, проживая в Испании, вы, может, должны будете платить налог в процентах от суммы своих активов в Швейцарии, в России, в других странах. Тоже такая, так сказать, для россиян несколько необычная ситуация. В России или в Казахстане, если вы выезжаете отсюда, налоги для вас из этих местных источников становятся выше. В России по большинству доходов вместо 15% будет 30%, в Казахстане тоже в зависимости от вида доходов 15-20%. Украина более демократичная страна, она ближе всех в нашей Европе, а вот там налогобложение нерезидентов такое же, как и у резидентов. Ну и очень серьезный вопрос. Другое семейное наследственное право. У нас будет на наследство следующее с Владимиром совместное выступление. Тоже об этом приходится думать. Особенно опять пандемия, неоднократно сегодня упоминавшаяся всем и смерть. Но, к сожалению, если смерть застигает нас в другой стране, то это может иметь катастрофические последствия для вашей семьи, для ваших близких, которые вынуждены будут заплатить, во-первых, получить как-то это наследство, а их заплатить налоги, которых в России практически нет для наследников, по крайней мере, близких, да, там, первой, второй очереди. В Европе все по-другому. Ну и наоборот, если вы живете за рубежом и думаете, что все у вас хорошо, да, так сказать, с Россией как особых дел нет, кроме получения доходов, и вдруг вы приезжаете навестить в марте родственников, объявляется локдаун, вы не можете выехать, становитесь налоговым резидентом России. Вот, вы тут же становитесь обязанным в большой степени и по налогам, и по отчетности. Должны будете заявить все свои зарубежные бизнесы, контролируемые страны и компании, по имени отчитаться, по имени заплатить налоги, если были доходы, рассказать о движении всех счетов. По счетам за рубежом масса-масса возникает неожиданных таких последствий, если вдруг, так сказать, вы задержались и в России, и проживая все время за рубежом, ну и наоборот, если из России куда-то переехали, там вы застали, застали какие-то обстоятельства, которые не позволяют сменить страну. Два слова об основных принципах налогообложения физических лиц. В принципе, эти очень простые. Если вы где-то зарабатываете, должны платить налоги с этих доходов в большинстве стран. Прежде всего, налоги платятся по месту происхождения доходов, там, где вы, так сказать, работаете парикмахером, или канавой копаете, или у вас там бизнес, да. Вот, вы, прежде всего, так сказать, налоги платите там. А если вы не резидент в этой стране, тогда вы еще должны заплатить налоги по месту своего резиденции, как в двух местах. Вот, есть, правда, хорошая новость, есть соглашение об избежании двойного налогообложения, которое к какой-то степени это несправедливость компенсирует. Резиденты платят обычно налоги по доходам всемирным, да, платят в своей стране, независимо от того, где они получают эти доходы. Но есть опять страны, где, так сказать, не совсем так, и где уплачиваются налоги только по доходам внутри страны. Мы такие страны тоже вкратце перечислим. Не резиденты, соответственно, платят налоги только по доходам в данной стране. Скажем, если россияне заработал в Испании, то он, прежде всего, заплатит налоги в этой Испании, а по доходам в Великобритании и в России он, конечно, в Испании никак не отчитывается, да. Ну, тогда он должен будет отчитаться, конечно, в России по всем этим доходам. Ну, и есть страны, к сожалению, да, где платите налоги не только на доходы, но и в процентах от стоимости своих активов. Наиболее известные страны на сегодня – это Испания, Франция, наверное, да, и там этот доход, налог может составлять до 3%. Во Франции только на недвижимость, в Испании на все активы. Вот тоже это такая вещь, которая требует какой-то с этим работы. Нужно специальным образом структурировать активы с тем, чтобы они не попали сразу под это налогообложение, если собирается переезд организовать в Испанию или Францию. Ну, и часть стран, мы уже немножко касались Кипра, да, взимает налог на граждан. Компания, кстати, тоже как по Кипру, да, при выезде из страны. Ну, физически, понятно, вы можете выехать, да, никто вас на границе останавливать не будет. Но если вы перестаете быть налогом-резидентом Испании или США, или Франции, вы должны будете по итогам этого года уплатить налог на выход. Да, налог на выход обычно считается от прироста капитала, так же, как на Кипре по компаниям сейчас вводят, да. Если вы въехали в США, 500 долларов в кармане, развили большой бизнес, заработали миллиард, ну или хотя бы миллион, вот, то при выезде из страны с этого прироста капитала страна вам помогла, да, заработать, наверное, да, в другом месте вы бы, наверное, не заработали такие большие деньги. Поэтому страна считает возможным наложить налог на эту сумму. В Штатах, скажем, это 23,8%. Это большая достатка. Четверть капитала, который вы прирастили, находясь в этой стране, будет в качестве налога изъятого. Если вы это не сделаете сами, вот американцы вас найдут в любой стране мира, к счастью или к сожалению, американская правосудие экстерриториально, большая держава США позволяет себе физических лиц, даже не граждан, да, привлекать к ответственности, если вы где-то будете пересекать границу, у вас задержат граничники по красному флажку Интерпола или по прямому указанию власти американских вас депортируют в США, и там, пока вы не оплатите налог, будете находиться в некотором ограничении вашего перемещения. Поскольку основной критерий, по которому вы платите или не платите налоги, и ставки этого налога зависит от вашего налога резидентства, давайте посмотрим, какие критерии есть определения, является ли то или иное лицо, физические лица мы с вами налогами резидента. Самый жесткий критерий на сегодня в США – это все граждане и постоянные жители, то есть обладатели грин-карты так называемые, да, являются резидентами, независимо от места проживания. Вы получили гражданство или грин-карт в США, выехали из США, не живете там уже 10 лет, сколько угодно будете жить вне США, по-прежнему будете считаться налоговым резидентом в США и уплачивать там налоги, издавать налоговые декларации, такие же, как американцы. Правда, американцы дают форму 10-40, обычно нерезиденты 10-40 НР, нон-резидент. Единственный вариант избавиться от американской налоговой – это подать заявление о выходе из американского гражданства, либо, так сказать, вернуть грин-карт и заявить себя, так сказать, больше не резидентом Соединенных Штатов. Граждане других стран тоже могут стать в Соединенных Штатах резидентами. И чтобы это случилось, вы должны минимум 31 день в году проводить и 183 дня в году в совокупности за 3 года. Тоже, на самом деле, очень маленький срок. Те, кто часто бывает в Штатах, может случиться так, что вы будете признаны налоговым резидентом в Штатах. Об этом тоже нужно думать, к этому нужно готовиться. Ну и понятно, что в этом случае вы же остаетесь где-то налоговым резидентом в Семенародине в России, вступает в силу соглашения об избежании, с этим можно работать, но думать об этом точно надо. Общим критерием, по крайней мере, в Европе является так называемый центр жизненных интересов. То, где у вас основной дом, где ваш бизнес, где ваша семья, где вы проживаете реально, вот это является страной вашего налогового резидентства. Ну и есть, конечно, разные варианты. В Великобритании это достаточно формализованная процедура. Есть количество связей, всего 5, может быть, страной, семья, дом, основное жилье, работа, бизнес. И в зависимости от количества тех связей вам разрешается то или иное время прожить в Великобритании, чтобы вас не считали налоговым резидентом. Скажем, если у вас все 5 связей задействованы, активированы, у вас там есть дом, работа, бизнес, другие связи тоже работают, то всего 16 дней вы проведете в Великобритании и станете налоговым резидентом, будете, оказывается, отчитываться и платить налог. В Испании, во Франции, в большинстве стран это место постоянного проживания, которое обычно трактуется, что у вас есть место постоянного проживания в стране, если вы более полугода там прожили. Есть и другие варианты. Скажем, в Испании, если ваша семья проживает в Испании, вы в Испании бываете только наездами, нас все равно могут признать налоговым резидентом Испании, просто по факту нахождения семьи в этой стране. В близких нам странах тоже есть разные интересные особенности, скажем, в Украине. Такое четкое определение налогового резидентства есть, есть разные варианты. В частности, главным считается наличие постоянной регистрации. То же самое, что в России, кстати говоря. Если вы постоянно зарегистрированы по месту жительства в одном из городов или селений России, то налоговая инспекция, конечно, рассчитает по умолчанию налоговым резидентом, пока вы не заявите обратно. Вот в Украине такая ситуация. В Казахстане немножко сложнее. Я бы сказал, там гражданин Казахстана является налоговым резидентом до тех пор, пока семья его, по крайней мере, живет в Казахстане. Но с учетом того, что семьи очень большие на Востоке, в Казахстане без смены с этим проблемы. Нужно очень много людей увезти. Не только самому выехать из страны, делать бизнес в другом месте. Еще всю семью большую нужно вывозить с тем, чтобы его не признали налоговым резидентом в Казахстане. Вот самые простые из формальных критериев. Вот я знаю две страны. Да, одну мы с вами все знаем, мы в ней живем. Это Россия. Очень простой критерий. Прожили 183 дня, становитесь резидентом. Прожили 182 дня, даже если вы олигарх, у вас тут заводы, фабрики, пароходы, миллиардные доходы, вы все равно не резидент в России. Я лично считаю это несправедливо, если все доходы здесь, и недвижимость, и все, и семья, и вы просто формально не пробыли более полу года. Конечно, по факту вы должны платить здесь налоги и быть налоговым резидентом. Но законодательство у нас гуманное. Отношение, по крайней мере, к состоятельным людям. И вот этот критерий достаточно часто используют много состоятельных наших, в том числе клиентов. И что произошло после введения законодательства, которое распространяется только на российских резидентов, конечно, да. Многие из олигархов просто выехали из России в Великобританию, другие страны. А некоторые детей отправили за рубеж, на них переоформили компании, вот счета и все остальное прочее с тем, чтобы эти дети выпадали из-под действия российского нового законодательства АКИК, либо из-под валютного регулирования, которое тоже достаточно серьезно приводит к большим штрафам, не только налоговым, но еще и штрафам. В Таиланде, похоже, ситуация 180 дней нужно пробыть. В Таиланде, чтобы стать налоговым резидентом. Тоже никаких других кратерий нет. Не надо там иметь ни бамбуку, хижину, ни виллу, ничего. Просто пробыть 180 дней тоже это можно использовать. Ну и если получилось так, что две страны или более стран считают, что вы являетесь по критериям данной страны налоговым резидентом, тогда вступает в силу налоговое соглашение, вот и по ним уже определяется, где вы являетесь резидентом в том или ином отсчетном году. Вот есть еще одна такая интересная история. Нигде не резидент или налоговый турист. Если вы нигде не пробыли более нескольких месяцев, у вас нет нигде жилья, нет нигде явного бизнеса, или, по крайней мере, он без вас работает, то вы, в принципе, можете быть нигде. Можете не быть нигде налоговым резидентом. Теоретически и практически эта история возможна, но государство все больше и больше в таких случаях либо считает вас налоговым резидентом по гражданству, скажем, в Белоруссии, в Индии, прямо есть такое указание в налоговом законодательстве. Если вы гражданин и нигде не являетесь налоговым резидентом, то вы резидент по паспорту. Ну и налоговый орган всегда может по-другому подойти. Скажут, давайте посмотрим, в каких вы странах были в течение этого года. С каждой страной посмотрим соглашение об избежании, проанализируем, и почти наверняка получится, что либо хотя бы по одному из этих соглашений вы будете налоговым резидентом России. Поэтому порхать по миру хорошо, приятно, особенно если яхта есть, самолет частный. Но нужно думать о том, что тому тоже могут возникнуть налоговые последствия, о которых нужно думать, которые уже планировали. Соответственно, есть инструменты решения этой проблемы. Соглашение об избежании. Даже если вас признают налоговым резидентом в нескольких странах, и даже если вы доходы получаете в нескольких странах, везде, конечно, платить не надо. Если между двумя странами есть соглашение, вы платите только в одном месте. В самом грубом приближении суммарно вы платите максимальную из двух ставок. Например, если вы доходы получили в России, а вас признали налоговым резидентом Испании, в России вы заплатили с этих доходов налогов по ставке, например, 15%. Вот в Испании все, ну а все 30% это платите, до 45% ставка испанская. Ну и наоборот, если вы, так сказать, доходы у вас, например, в Латвии, да, вы живете в России, то вы при сдаче налоговой декларации в России указываете свои доходы в Латвии, пишете, сообщаете о том, что вы заплатили налог по большей ставке, то есть большую сумму, чем приходится по российскому законодательству. На этом основании не платите налог в России. Обычно в Европе все эти налоги выше, чем российские. С европейскими странами практически совсем есть у нас соглашение. Единственная страна, наверное, это Эстония, с которой соглашение есть, но оно не ратифицировано, то есть не работает. Поэтому, если вам повезло, и вы имеете дачу где-нибудь, так сказать, на Балтийском море, да, в Эстонии, тогда от сдачи этой дачи в аренду вы будете платить налоги в полном объеме и в Эстонии, и в России. Поэтому выбирайте себе второе жилье, где-то, так сказать, там есть соглашение. Что же касается вас лично, то налоговое резидентство, если две или более стран претендуют на ваши доходы, определяется по так называемому тесту на разрыв связей. А критерии этого теста в порядке значимости следующие. Первое и самое главное – постоянное доступное жилье. И у вас дом. Дом – это понятие не столько здания, сколько такое общечеловеческое, да, где вы выросли, может быть, или в этом проживаете, у вас там фотографии ваши, архивы, дети в садик ходят. Да, вот это все постоянно доступное жилье, где вы и ваша семья проживает. Главный критерий – определение вашего налогового резидентства. Если у вас есть постоянный дом, например, и в Испании, и в России, там и там, вы же реально живете, да, так сказать, может быть, часть семьи, часть семьи в другом месте, это жилье вам доступно, вот тогда, или у вас нет дома постоянно ни в одной из стран, тогда следующий критерий, по которому рассматривают налоговые органы ваше резидентство – это центр жизненных интересов. Более общее понятие, законодательство формально не определяет большинство стран. Вот обычно это семья, да, дети в школу ходят, где вы чаще время проводите, к чему больше привязано, да, а это, на самом деле, чаще всего в суде выясняется, да, соседи опрашивают вас, допрашивают, членов семьи ваших допрашивают, да, в зависимости от ваших ответов, решают, где же все-таки центр ваших жизненных интересов. Если такой центр установить не удается, или он в двух странах опять, вот тогда следующий критерий вступает в силу вместо привычного или обычного проживания, смотрят, где вы там больше времени проводите, да, вот если, так сказать, страна, например, Испания, тогда будет налоговый резидент в Испании, если нет, тогда в другой стране. Ну, наконец, если не по одному из этих тестов нельзя определить, где вы влияете налоговым резидентом, одинаковый слой, либо все есть, либо ничего нет, тогда по гражданству, да, вот то, о чем мы творческо говорили, тогда уже по гражданству будет судить о вашем налоговом резиденте. Есть в соглашениях еще одна возможность, это взаимосогласительная процедура между налоговым органом, когда вот, ну, непонятно, да, гражданин двух стран, паспорт Кипра и Россия, там и там проводят одинаковое время, дома есть там и сям, и центр жизненных интересов там и сям, да, тогда эти налоговые органы двух стран должны договориться между собой, где вас считать налоговым резидентом. Вот я бы на это сильно не рассчитывал, вот ради одного человека на межгосударственном уровне, чтобы кто-то разбирался на это. Маловероятно, я лично считаю. Поэтому, скорее всего, вас в таком случае могут признать резидентом в двух странах с уплатой налогов сразу в двух странах. Поэтому рекомендую поопределиться по первым трем пунктам, да, иметь где-то, так сказать, больше привязку, чем в другой стране. Ну, соответственно, если вам эта страна больше нравится по налогу. Выбирая страну или думая о том, как использовать ваш статус в новой стране или в другой стране для налоговых целей, вот прежде всего можно подумать о странах с льготным налогообложением. Льготное налогообложение, прежде всего, это территориальный принцип. Для компании вы его хорошо знаете. Гонконг, Сингапур. Вот Владимир уже говорил об этом. Если вы не ведете деятельности на этой территории, компании не считаются налоговым резидентом. Хотя тоже, так сказать, есть определенные сложности в последнее время. Задается вопрос, а где вы влияетесь налоговым резидентом в вашей компании? Вот такая же история действует для физических лиц в достаточно большом количестве стран. Если вы проживаете в Сингапуре, Таиланде, Гонконге, на Кубе, в Панаме, в Грузии, на Карибских островах, в Греции, в Португалии, то вы в большинстве случаев не платите налоги с доходов за рубежом этой страны. Скажем, достаточно переехать в Грузию, а россиянам и казахстанцам въезд туда до года, вы можете находиться без визы. Вот вы становитесь налоговым резидентом в Грузии, и все, что вы заработали вне Грузии, с этого вы не платите налог. Ну, конечно, по месту происхождения дохода всегда есть налоговое вложение, да, мы это помним. Но в стране вашего резидентства, в данном случае Грузии, или, скажем, на Кубе, кому больше, так сказать, кто предпочитает ром грузинскому вину, да, вот, налогового не возникает. Это, так сказать, хорошая история, очень приятная, да, для состоятельных людей. И многие по этим причинам, скажем, сингапурское гражданство убирают. Вот, ну, кто-то в Таиланде, кстати говоря, живет тоже, так сказать, страна достаточно приятная для проживания. Есть еще интересный режим, как бы временный территориальный принцип, да, или режим нон-домициль, вот, он же режим для новых резидентов, он же режим для понаехавших, да. О чем речь идет? Если вы только приехали в страну, и не были раньше гражданином или резидентом, то вы не будете в течение определенного времени платить налоги по доходам вне этой страны. Самая известная страна на эту тему – это Англия. 15 лет можно не платить налоги, если вы не ввозите эти доходы в страну, да, там еще есть маленькое ограничение. На Кипре, да, вы не платите налоги по пассивным доходам вне Кипра в течение 17 лет. На Мальте бессрочно, если вы налоговый резидент, вы не платите налогов по доходам за рубежом, в отличие от мальтийских граждан, которые там родились, да, вот если в верхних странах граждане, родившиеся в этой стране, имеют те же льготы, что и приехавшие, да, новые резиденты, то на Мальте только вновь приехавшие имеют льготы, такую по неуплате налогов вне Мальта. Португалия очень интересный режим, 10 лет не платите тоже налогов по доходам вне Португалии, но только по тем, которые облагаются по месту происхождения. Это специальное исключение сделано, чтобы офшорные компании люди не регистрировали, вот и не получали совсем безналоговые доходы, чтобы не все коту масленица. Израиль, да, тоже известная страна, к сожалению, в Израиле нельзя за деньги получить паспорт резидентства, то есть можно, но очень сложно, сложно, да, только по крови. Вот тем не менее, массовое получение израильского гражданства, если раньше это было вызвано как пожелание выехать из России, там, в 90-е годы, еще раньше, по социализме, то сейчас многие получают израильский паспорт из налоговых соображений. Вот, но есть-ка для особо выдающихся, для особо состоятельных людей страны, где можно уплатить фиксированный налог и не платить больше ничего. Такие страны, это Швейцария, там, в зависимости от кантона, 250-350 тысяч франков вы должны в год платить, плюс определенная ставка расхода у вас должна быть, вы должны определенные деньги потратить в стране, да, это логично. Вот, и больше тогда нет налоговообложения по доходам в других странах. В Италии 100 тысяч евро в год платить тоже становится больше, больше не обязаны, да, платить в Италии налогов по доходам, не Италии. В Греции, да, в Греции немножко, так сказать, это такая немножко не очень определенная законодательная история, тем не менее, если вы находитесь на санаторно-курортном лечении или с похожим, так сказать, с похожим статусом, чуть-чуть меньше года, 360 дней, то вы тоже не платите налогов по доходам за рубежа. Вот, ну, в России, кстати говоря, вот тоже была попытка вести паушальный налог на доходы за рубежом в виде дохода от части прибыли контролируемых стран компаний. эти знаменитые 5 миллионов, про которые наш коллега Алексей будет в завершении конференции рассказывать. но там не совсем так, с дивидендов все-таки надо платить. Ну, и помним, что есть страны, в принципе, с низким налогов обложением для физических лиц, это и наша Россия, да, это Украина, это Грузия, Казахстан, Болгария, Черногория, здесь относительно низкие по европейским меркам ставки, там 5, 10, 15 процентов. Ну, и есть еще страны, конечно, с нулевым налогов обложением, самое известное, Монако, но там нужно вложить более миллиона евро, и самое печальное, проживать там надо более полугода, страна маленькая, жить полугода, скучновато, на мой взгляд, да, вот, и за этим следят, если вы не прерываете, полгода вас лишат в статусе. Понятно, что на Карибских островах, там ряд из них, не налог облагает своих жителей, в Унуату, да, последнее время тоже модная тема, в связи с портами, Арабские эмираты и другие. Несколько слов о том, что не нужно путать разные вещи, налоговая резидентность, вид на жительство, гражданство, это разные совершенно вещи, да, получая паспорт с другой стороны, вы совершенно не обязательно становитесь ее резидентом налогов, да, вы становитесь налогом резидента, только проживая. Если вы ВНЖ получили, и это продление ВНЖ требует пребывания в стране более полугода, вот тогда вы становитесь автоматически налогом резидентом. С другой стороны, паспорт дает вам возможность путешествия, перемещения, да, по странам, если это европейский паспорт, то свободное перемещение, работа и проживание в любой стране, тогда у вас есть возможность выбора этого налога резидента. Ну, и, наконец, имея подходящие документы для нахождения в любой стране, вы можете нигде не быть резидентом, вот, но об этом мы уже говорили, но такая скользкая тоже позиция, нужно хорошо ее продумать. Вот, в нашем, чуть не сказал, репертуаре, да, у нас в запасе есть ряд стран, где можно получить относительно легко налоговое резидентство без необходимости длительного пребывания, как раз для случая, если вы перемещаетесь по миру, ну, где-то нужно показать, что вы являетесь налоговым резидентом. Самая наша любимая страна это Черногория, вот, там можно через регистрацию бизнеса практически находиться в стране, но быть, считаться налоговым резидентом, немножко налогов платить. На Кипре 60 дней достаточно пробыть, чтобы быть налоговым резидентом. Арабские Эмираты полгода, да, раньше было формально, сейчас начинают требовать. Ну, и Карибы, так сказать, вы там реально, конечно, жить, наверное, не сможете, но можно получить налоговое резидентство. Ну, еще нужно не забывать о том, что за рубежом, кроме налоговых последствий, возникает обязанность по отчетам, по отчетам по зарубежным активам, по счетам иногда, иностранным компаниям. Это тоже, так сказать, не российская история, это, в общем, достаточно распространено. Началось все это в Штатах, и в Западной Европе тоже к этому приходит, и уже пришла, и нужно отчитываться по зарубежным активам, в каких-то случаях платить налоги с них. Вот тут у меня несколько интересных примеров. Наверное, у нас время немножко уже так поджимает. Вот, наверное, читали про Шакиру в свое время, которая певица известная, она живет в Испании, но реально не живет, она все время в гастролях. На этом основании она не заплатила налогов в Испании, да, испанские власти решили все-таки центр ее проживания, да, такое обычное проживание это в Испании, почему решила по соцсетям. Шакира ходит к парикмахеру, все время там постит эти фотки, собачка ее там живет, в магазины там ходит. Вся ее реальная жизнь происходила в Испании, хотя и наезды. На этом основании присудили 14 миллионов налоговый штраф. Вот, если говорить о России, то тоже такой интересный момент. Мы говорили, что многие детей посылают в зарубеж, чтобы они не стали здесь резидентами. Вопрос, на каком основании. в налоговом кодексе вот эти 183 дня там есть маленькое уточнение. Если только это некокровенные выезды для лечения и обучения, поэтому если ребеночек пробыл за рубежом по учебной визе, это не прерывает налоговое резидентство и может стать неприятной неожиданностью для владельца, для его отца, владельца всех активов. Все считали про Тинькова, который неудачно вышел все на 5 дней, опоздал выйти из налогового резидентства, из гражданства США и соответственно налоговое резидентство. И эти 5 дней обошлись ему, обойдутся, да еще не обошлись, но обойдутся налоги примерно от миллиарда долларов, то, насколько выросла стоимость компании его на IPO. И он должен будет заплатить налог в размере 20, почти четверти от этого миллиарда. Большая сумма. И что же с этим совсем делать? Думать, планировать, планировать перемещение по миру, выбирать нужную страну для проживания или налогового резидентства, место и время получения дохода. Есть хорошие новости, есть возможности безналогового накопления доходов, где бы вы ни проживали в большинстве стран, фонды или трасты. С трастами сложнее, скажем, в континентальной Европе, в Испании трасты прозрачными признаются, физические лица, а скажем, фонды или другие инструменты позволяют накапливать без налогового дохода и потом, выезжая в страну с годным налогообложением, в момент получения большую сумму, спокойно ее получать. Ну и еще, так сказать, ВНЖ и паспорт позволяют вам перенести вас самих на зарубеж, тем самым дистанцировать немножко от активов здесь, затруднить отъем этих активов, поэтому тоже являются в какой-то степени инструментом защиты. Здесь у меня несколько статьи на эту тему, потом получите рассылки, их почитаете, ну и, собственно, все, иначе мы немножко выбиваемся с графиком.